Дороги Республики Во власти снега, как водители страховали От транспортного коллапса Рамиль Шайдолин Безопасность в школе От видеокамер до охранников В школе должны быть мужчины Можно ставить много культурникетов Можно ставить много всего Профессиональные и не очень охранники Их протестировала Альбина Минебаева Охрана памятников культуры Повышение зарплаты и кадровый вопрос Сельская местность, провинциальные районы, центры Особо не стремился Министерство культуры Республики Подвело итоги года Какие задачи ставит на этот Анна Городнова Юбилейный Дакар покорен КамАЗ-мастер вновь на вершине пьедестала Команда привезет в Татарстан Уже 15-й трофей знаменитого ралли Экипаж Эдуарда Николаева Второй год подряд первым Пересекает финишную прямую И это заслуга всех представителей Синие армады Почему этот сезон запомнят Как самый экстремальный Расскажет Алмаз Гафиетов Вот они слезы победителя После финиша Эдуард Николаев Не в первый раз выигрывает Дакар Но от этого вкус триумфа Не становится менее сладким Сразу же выйдя из чемпионской кабины Он целует свою машину На Дакаре техника Это больше чем транспорт Дакар на самом деле Очень интригующий получился Потому что первая часть Именно для нашего экипажа Была довольно таки стабильная И как-то просматривался результат Был запас Но вторая часть началась Именно очень сложнейшая Где пришлось бороться И с техническими проблемами И с трассой И с соперниками Цену победы знают только сами участники Во время гонок КамАЗовцам приходилось Как переворачивать машины друг друга Так и буквально вырывается запчасти Из одного автомобиля для другого Так и добывалась Всеобщая награда Неимоверная радость Потому что действительно Еще несколько дней назад Не думали, что ощутим себя на подиуме Главной задачей было Конечно же поддерживать Эдика Вести первый результат Но сами конечно же надеялись Две недели были просто непредсказуемы Никто не верил ни во что И я думаю часы Которые разделяли соперника Никто не был уверен в своей победе Но мы доказали, что в очередной раз И в 30-летие команды Мы остаемся сильнейшими Кому как не Владимиру Чагину Знать о сложностях ралли Но и опытный руководитель Синей армады Не смог сдержать слез Все пилоты, штурманы и техники Для него семья Переполняет радость Я просто Я такой счастливый Я не знаю, как в песне у Лепса Самый лучший день Приходил вчера Он действительно вчера Потому что вчера Решилась судьба гонки В категории грузовика Решилась судьба первого места Одна секунда Такого не было вообще в истории Я не помню И какое было напряжение Николаев лучший Белорус Сергей Вязович второй Айрат Мардеев третий Теперь уже никто и не вспомнит Что Федерико Вилагра Снялся с гонок Только перед последним этапом Что он выигрывал у Николаева Одну секунду за два тура Главный итог в руках чемпионов А этот бедуин Он особенный, юбилейный И он едет в набережные Челны Алмаз Гафиатов ТНВ Аргентина И в холод, и в жар К сотням аварий На дорогах привел Двухдневный снегопад Синоптики не дают Надежд Снова метель и ветер На улицах столицы Девятибальные пробки Дороги Алексеевской Верхнего Услона В так называемой Красной зоне Это значит ехать нужно Максимально осторожно Дорожные службы Сегодня на работе С пяти утра Но стоила ли игра свеч Рамиль Шайдулин Собираетесь на трассу? Советую воздержаться Предупреждают первые посты В инстаграме На видео видно Как по М7 Расползается баземка Дорожники пускают технику Но снова заметают С поля несет Конечно все Баземка сильнее идет Постоянно приходится Работать За остановку В Татарстане Вторые сутки снегопада В Казани Порядка двухсот ДТП И стабильные Девятибальные пробки Во дворах не по одному А по два дворника Вот еще не заходя Даже никуда Вот все Убираем и убираем Талиб Гатаулин Сегодня утром Свою машину не нашел Оказалось под снегом Не думал Что снегопад Будет таким сильным Друг другу Помогаем немножко Вот Соседям Чистить машину Как узнать Можно ли выезжать В снегопад Ответ есть Через каждые 25 километров На трассах республики Стоят камеры Следящие за дорогами Проходимость делят На три типа Зеленый, желтый Или красный Самый опасный Какими дороги Были с утра Смотрим Скользкость Вероятно Образование Гавалёва Задача дорожных служб Расчистить трассы И из опасной зоны Перевести их В безопасную На глазах Тысяч зрителей Через интернет-трансляции Имеется доступ Управление В трассах Возможно ли зайти в школу Абсолютно Незнакомому человеку Обычная Казанская школа Видим, что оборудована Она в видеокамеры Это уже не в новинку Здесь профессиональный охранник Так посмотрим Впустит ли он нас Незнакомых Для него людей По легенде Нам очень хочется В туалет С такой мольбой К школьному охраннику Может подойти Абсолютно любой человек На посту 155-й школы Мужчина Взгляд пристальный Вопросы суровые Охранник по внешнему виду Оценил И после того Как пропустил Из еду не упускал О безопасности В казанских школах Заговорили После громких Событий В Перми И Бурятии В Улан-Удэ Девятиклассник Ворвался с топором И поджег класс Пострадали 7 человек Мальчик был учеником Этой школы В Министерстве образования Татарстану уже отметили У вопроса безопасности Есть конкретная цена Необходимо Более 192 миллионов рублей Чтобы обеспечить Учреждение образования Города Казань Только города Казань Дневной охраной Сейчас эти вопросы Тоже мы изучаем Но даже профессиональный охранник Не гарантирует безопасность Это вторая школа нашего эксперимента 165-я На посту уже женщина К просьбе пропустить По нужде Отнеслась По-человечески Куда нам пройти? Для медицины Почему нас пропустили? Ну Девушки парят Да Задача нужна не экспериментировать Задача нужна выходить Кше Турналуя Сейчас я позвоню В Чоку И с ней будет Расторган Турналуя Если что-то не дай бог Процедет Вот нас окружили Школа на первом этаже Имеет тысячи стеклянных окон Правда? Какая проблема Ворваться в школу Если кому-то надо ворваться Усилить не только охрану Но и внимание к детям Такие наставления Дал уже президент Прокурорам Где-то мы что-то Не дорабатываем Важно совместно С уполномоченным По правам ребенка Ошуществлять Координацию работы Всех Задействованных органов власти И организации республики В реализации разработанного Комплекса Новоплана 102-й Казанской гимназии Охранники с лицензией Работают не первый год На посту Только мужчины Слишком большая школа После трагедии В российских школах Внимание не только в ходу Но и к настроению детей Чтобы они пристально смотрели На внешний вид ребенка На его глаза На его выражение лица На речь Которую он пользуется Потому что Порой Агрессию у детей Очень хорошо видно И не все дети Ее могут скрывать И внимание к поведению Ребенка Можно оказаться Куда эффективнее Охранника С металлоискателем Ведь ни один прибор Не покажет Что в голове У подростка Альбина Минебаева Александр Лобанов ТНВ Казань Сохранить культурные Ценности и традиции И дать возможность Для творческой Самореализации Жителей Все это В основе Федеральной программы Развития культуры И туризма Она рассчитана До 2020 года И является Стратегической инициативой Президента России Как эти задачи Решают в Татарстане Обсудили сегодня На коллеге Министерства культуры Анна Городнова О том Что спасет Татарскую эстраду И вдохнет жизнь В сельские клубы Испенский собор И монастырь Острова Града Свияшк 2017 В списке ЮНЕСКО Новый статус Назвали событием года В сфере культуры Теперь в Татарстане Их три На территории Приморского федерального округа Республика Татарстан Единственный регион Где расположены Объекты ЮНЕСКО Сохранять памятники Культуры и истории Продолжат и в этом году Это касается не только Болгары и Свияшка Но и тех зданий Которые расположены В черте городов Собственники далеко не всегда Законопослушные В итоге проверок Состояние сохранности объектов В прошлом году Наложены крупные штрафы Более полутора миллионов рублей Минкульт через суд Отобрал у собственников Два объекта на Баумана Год также ознаменовался Завершением реставрации На других значимых объектах Закончена реставрация Дома Хрестовниковых Дома Венецианова Здание Союза композиторов Дворца культуры Ленина В татарской эстраде же Займется новый экспертный совет Минкульта Заявил профильный министр Репертуар, аранжировки Вокальные данные Уровень будут подтягивать Задачи поставлены президентом Начали использовать Их решение на наш взгляд Находится в плотном взаимодействии Продюсеров Организаторов шоу-бизнеса С профессиональным музыкальным сообществом За пять лет удалось повысить Зарплату работников культуры Почти в два с половиной раза Средняя зарплата теперь 27 тысяч Средняя зарплата по театру 28 тысяч У артистов Хребынского Я думаю, это хорошая зарплата Коммерческий потенциал у объектов культуры высок В прошлом году они заработали 728 миллионов рублей В лидерах Казанский Кремль Театр оперы и балета Театр кукол Экият Есть и аутсайдеры Сельские музеи 15 тысяч доходов при покращенном государственном Почти 1 миллиона 300 тысяч рублей Ни что иное, как неэффективная деятельность Учреждения культуры Доходы ждут и от современных кинотеатров Современные кинозалы должны появиться В каждом районе республики В прошлом году в Татарстане Открылось 9 кинотеатров Но еще в пяти районах республики Нет постоянных кинопоказов Это Верхнеуслонские, Высокогорские, Кайбиски, Камско-Устинские И Тукаевские районы В этом году последние киноновинки Смогут увидеть жители Сабинского района Там откроют модернизированный кинозал Востребованность в таких залах огромная Тем более, что фильмы в деревнях Можно увидеть и в 3D формате Дома культуры, точки притяжения Сельчан построили 34 ДК 102 здания капитально отремонтированы Но молодежь не спешит оставаться работать на селе Необходимо пересмотреть программу подготовки кадров Поручение уже от премьера Необходимо поддерживать специалистов И в плане жилищно-бытовых условий Материальной поддержки У нас есть положительный опыт в ряде муниципальных образований Необходимо его распространить на все муниципальные образования Если молодые специалисты, выпускники приехали бы Конечно, мы были бы очень рады Очень рады А так у нас укомплектовано Но мы бы не отказались 2017-й для работников культуры Это 70 театральных премьер 900 концертов 100 тысяч экскурсий И в общей сложности 10 миллионов зрителей Анна Граднова, Марат Сидгораев, ТНВ, Казан Вы смотрите новости Татарстана И вот о чем далее В Казани простились с фотографом Михаилом Козловским Просто был у нас в образцом стиля Такой классический фотограф И человек с большой рукой Каким запомнился летописец эпохи Шаймеева Инна Знадулина Закупки и загвоздки Налицо умысел Именно для создания условий Для каких своих апеллированных поставщиков Сколько серых схем насчитали эксперты Узнал Дмитрий Аринин Он умел остановить мгновение Сегодня в Казани простились с известным фотохудожником Михаилом Козловским Он ушел на 64-м году жизни после продолжительной болезни Мастер оставил после себя настоящую летопись эпохи Каким запомнили того, кто всегда оставался по ту сторону объектива Лина Зинатольевна Слова сочувствия и соболезнования сегодня принимает семья Михаила Козловского Он ушел из жизни, когда мог еще творить и творить Сотни неоконченных дел, десятки несостоявшихся встреч И внук, которого он так и не успел взять на руки Сотни людей, друзья, коллеги, с которыми фотограф трудился бок о бок долгие годы Первые лица, что много лет были в его объективе Сегодня они все пришли проститься с мастером Его творческий путь от работы в газетах до личного фотографа Первого президента республики Митимер Шаймеева В объективе Михаила Козловского вся новейшая история Татарстана И не только Вот Борис Ельцин разбивает глиняный горшок на Сабантуи А вот визит уже Владимира Путина И каждое фото это шедевр, где кажется до сих пор слышится смех и идут разговоры Наверное, у многих здесь присутствующих половина семейного архива фотографий Это фотографии Михаила Байщича Это портреты, которые составляют человеческий капитал нашей республики Он был хороший мастер портрета Мастер, которым коллеги безмерно восхищались и бывало завидовали по-белому Кому еще удастся даже на официальных встречах президентов, министров и шейхов Поймать и передать самые живые и человечные эмоции Остановить мгновение, в котором целая жизнь Они никогда не были вот такими вот мундирно официальными И довольно часто в этих работах был элемент юмора, такой добрый улыб Он не просто первый президент, Митим Шарип Шаймиев Это и огромная, колоссальная, масштабная личность Рядом с которой, Михаил Борисович, очень незаметно, не привлекая к себе внимания Прошел рядом сложнейший период нашей истории Это, наверное, уникальное свойство людей до цифровой эпохи, которые снимали на пленку Когда они точно знают, когда нажать на кнопку И не распыляются, ни пулеметом не строчат Делают один, но самый главный кадр Заслуженный работник культуры Татарстана Он снимал эпохальные события не только республики, но России и мира Автор книг и фотоальбомов, самым глобальным из которых стал сборник на 700 страниц К юбилею Ментимира Шаймиева Его работы не раз выставлялись в Кремле Два года назад три зала Казанского Эрмитажа заняли неопубликованные ранее фотографии На экспозиции другие официальные лица Михаила Козловского похоронили сегодня на кладбище поселка Дербышки Он останется не только в сердцах татарстанцев, но и в тысячах живых снимков Которые уже стали историей республики Леонид Анатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань К другим темам Прозрачные Татарстана, только Москва Нашу республику второй год подряд признали одним из лидеров в стране по прозрачности закупок Такие данные сегодня привели на итоговые коллегии Госкомитета по закупкам Вместе с тем эксперты насчитали более 30 серых схем Как в республике таким махинациям ставят блок И чему, по мнению Алексея Писошина, еще нужно серьезно учиться, узнал Дмитрий Аринин За четыре года чиновники потратили из бюджета 263 миллиарда рублей на роскошь Золотой унитаз в Ненецком автономном округе 70 авторучек ценой в полмиллиона рублей в Иркутске Такие приобретения чиновников за госсчет выявили в стране активисты Общероссийского народного фронта Как говорят специалисты, для обхода законодательства о закупках существует более 30 серых схем Дорогостоящие и сомнительные операции обнаружили и в Татарстане 110 аукционов, которые были назначены с 31 декабря по 8 января На общую сумму 78 миллионов То есть понятно, что в выходные никто не будет участвовать Налицо умысел именно для создания условий для каких-то своих аффилированных поставщиков Один из примеров, когда госзакупка центральной больницы Зеленодольска не прошла На сумму 500 тысяч рублей была попытка закупить у единственного поставщика аскорбинное дрожжи В целом в закупочных делах наша республика на хорошем счету Татарстан второй год подряд занимает второе место в стране по прозрачности закупок Лучше только Москва Здесь, как отмечают, помогает то, что большинство контрактов проходят через электронные торги Единую информационную систему Это помогает экономить бюджетные деньги и выявлять нарушения Экономия бюджетных средств по результатам заключенных контрактов составила более 3 миллиардов рублей Выявлено 77 нарушений За каждое из вышеперечисленных нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа Основной проблемой в настоящее время остается отсутствие у специалистов в сфере закупок необходимых знаний и навыков Как отметил Алексей Песошин, по итогам минувшего года Госкомитет по закупкам со своими задачами справился При этом нужно продолжить внедрять современные технологии А специалистам, что занимаются закупками, более щепетильно подходить к торговым операциям По показателю экономии нужно быть, например, очень аккуратным Сам факт значительной экономии на торгах не всегда говорит, что это хорошо Это может быть обусловлено непрофессионализмом заказчика, который установил завышенную начальную цену планируемые закупки Поэтому здесь нужно подходить очень взвешенно и смотреть методику расчета Для лучшего обучения специалистов по закупкам предложили в этом году провести в Казани всероссийский образовательный форум И создать в республике учебный центр, куда будут приезжать учиться из разных регионов страны Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Наличие пандусов, вспомогательных перелы кнопок, специального лифта и парковки Молодогвардейцы пошли по избирательным участкам, оценивают их доступность для маломобильных групп населения С 9 января уже проверено более 700 объектов по республике, среди них больницы, школы, высшие и средние учебные заведения Такой мониторинг проводится по всей России К 1 февраля все объекты должны быть проверены, а недочеты устранены до дня голосования 18 марта В ходе мониторинга выявляются нарушения, и самое частое из них это отсутствие кнопки вызова помощи для маломобильных групп граждан Помимо этого бывает такое то, что нет специально оборудованного парковочного места вблизи избирательного участка По итогу мониторинга все данные будут переданы в центральную избирательную комиссию И общими усилиями эта проблема будет решаться Претенденты на высший государственный пост продолжают выдвигать доверенных лиц и уполномоченных представителей Сергей Кагогин, сопредседатель центрального штаба Владимира Путина 20 января проинформировал о том, что завершен сбор подписей в поддержку кандидата самого движенца Напомним, кандидатам необходимо предоставить их в ЦИК не позднее 31 января О работе избирательных штабов кандидатов в Татарстане и предвыборных мероприятиях проинформирует Салават Мухаммадуллин К сожалению, сбор подписей закончен накануне, а сейчас ведется подсчет Так сейчас отвечают в региональных избирательных штабах Владимира Путина тем, кто спрашивает, где можно оставить подпись Сбор завершен, полтора миллиона человек поддержали его кандидатуру По словам Сергея Кагогина, сопредседателя центрального штаба Владимира Путина На этой цифре было решено прекратить работу точек для сбора подписей В республике Татарстан собрано более 17 тысяч подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина Избирательный штаб в республике продолжает свою штатную работу Мы разворачиваем деятельность по обращениям граждан, ведем прием звонков Завершил сбор подписей в Татарстане и Борис Титов Как сообщили нам в его избирательном штабе в поддержку кандидата от партии Роста В Казани и Челнах собрано 500 подписей Сейчас идет подготовка к агитационной работе Готовятся к дебатам и проходят обучение 10 доверенных лиц Татарстана в штабе Владимира Жириновского Как нам сообщили в его региональном отделении в поддержку кандидата в республике планирует агитпробег Еженедельные встречи с добровольцами проходят в региональном штабе Павла Грудинина Как нам сообщили, в настоящее время штаб завершил размещение билбордов о кандидате и готовит агитматериалы Напомним, сбор подписей для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских объединений завершится 30 января Словат Мухмадулина, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань Первые малыши, первые выплаты, путинские пособия на первенца получила еще одна татарстанская семья А Мухаммеджарова из Альметьевска уже знают, на что потратят эти деньги Для Светланы и Руслана Мухаммеджановых этот Новый год принес сразу несколько долгожданных подарков В их семье родился первенец, а сам праздник они встречали в новой двухкомнатной квартире, полученной по социальной ипотеке И вот еще одно приятное событие Первое выплата на малыша 8 490 рублей, которые молодая пара будет получать ежемесячно в течение полутора лет Это опять же большая поддержка для нас Уже полегче, потому что теперь у нас кормили только один Это наш папа Поэтому будет уже полегче, будет попроще, получше В Альметьевске с начала этого года появились на свет 57 малышей Сейчас в местном управлении Министерства труда, занятости и социальной защиты республики Продолжается прием заявлений от новоиспеченных родителей Данное пособие семья будет получать до исполнения ребенка полутора лет Но данное пособие пока назначается у нас на год Только через год надо будет пособие обновить, то есть доходы свои предоставить Деньгами пособия молодые родители распоряжаются по своему усмотрению Как правило, они идут на покупку необходимых для малыша вещей Так Светлана и Руслан купили сегодня для сына детскую кроватку И это, говорят, только начало Светлана Завнарева, Адгасин, Булат Шефигулин, ТНВ, Альметьевск Сменили галстуки на бантики Нурладская городская школа номер один превратилась в царство бантов Здесь устроили целый день бантиков Идею поддержали как школьники, так и педагоги Банты на одежде, в волосах и даже прическах, как аксессуар Эта школа вообще отличается креативом Месяц назад здесь прошел день домашних тапочек Будем ждать, чем первая школа удивит дальше Далее о спорте и о погоде Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска Он выйдет 21.30 До встречи Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Хоккеисты Акбарсы не перестают удивлять Причем как со знаком плюс, так и в отрицательном смысле Команда проиграла две домашние встречи подряд Лидер Восточной конференции уступил двум аутсайдерам Запада Словану и Витязю С турнирной точки зрения поменялось немного Однако сам факт поражения дает повод задуматься Подмосковная команда под управлением экс-тренера Барса Валерия Белова Забросила в наши ворота две безответные шайбы Как результат второе обидное поражение Завтра в Татне в Терене заключительная игра Перед олимпийской паузой Акбарс примет московский ЦСКА Прямая трансляция на нашем телеканале в 19.30 Волейболисты казанского «Зенита» одержали 18-ю победу в чемпионате страны На домашней арене команда переиграла «Кузбасс» в четырех сетах Серьезное сопротивление гости смогли оказать лишь только в третьей партии В остальных без шансов для кемровчан Овации в центре волейбола вызвала первая замена хозяев игры Вместо Леона вышел Вербов в качестве полевого игрока Любимчик казанских болельщиков заработал свою первую очко в сезоне именно с позиции атакующего Самым результативным игроком матча стали диагональные команды Максим Михайлов и Виктор Полетаев И в завершении баскетбола казанский «Уникс» на выезде переиграл ВФ в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ Ключевыми для победы казанцев стали вторая и третья четверти Который «Уникс» выиграл с одинаковым счетом 24-16 Как итог закономерная победа казанской команды со счетом 81-69 Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Стефан Ласме Набравший 17 очков и совершивший 5 подборов Следующий матч наши проведут на выезде 24 января в Италии против клуба «Реджио Эмильяр» И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды Осень славится хлебом, а зима снегом Действительно, в предстоящие сутки осадки в Татарстане не прекратятся Ожидаются снегопады, местами метели Подробнее после полезной информации Спонсор показ изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер» Весь январь «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе «Данил Мастер» Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана по-прежнему облачно Пройдет небольшой снег, температура воздуха минус 8 На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно Временами снег, местами метели и также 8 градусов ниже нуля На севере Татарстана, Меделинске, Агрызи, Меделеевске Синоптики обещают снегопады и 8 градусов со знаком минус На северо-западе, Варске, Кукмаре, Бултасе, умеренный мороз, минус 9, пройдет снег Пасмурный и снежный циклон также на юго-западе Татарстана Синоптики обещают 8 градусов ниже нуля В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши пройдет снег, мороз 6-8 градусов В последующие дни умеренно морозная погода сохранится, осадки не прекратятся В Казани облачно пройдет снег местами метели и 7-9 градусов ниже нуля Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба Влажность воздуха 89 процентов Ожидается магнитное буря, берегите себя Это вся информация о погоде в студии была Лейла Латыпова Увидимся на ТНВ